Мы уже видим заметное восстановление экономики Канады, однако на горизонте все же присутствуют некоторые проблемы. Эрик Феоретт, Скоттия Банк Недавно были представлены данные по уровню заработной платы в месяц к кастинам в секторе США. Был зафиксирован рост рабочих мест на 160 тысяч. По вашему мнению, каким образом данные NFP могут повлиять на пару доллар США, канадский доллар в краткосрочной перспективе? В свете последних событий мы видим, что публикация данных по платежным ведомостям в месяц к кастинам в секторе США оказала небольшое влияние на курс валютной пары доллар США – канадский доллар. К счастью для канадского доллара, пара удерживается в своем обычном торговом диапазоне. Мы можем сделать следующий вывод. В настоящее время динамика канадского доллара в основном обусловлена монетарной политикой Центрального банка Канады. Не так давно Центральный банк пересмотрел сторону повышения свой прогноз по росту канадской экономики на этот год. По сравнению с первым кварталом, экономическая ситуация в стране улучшилась. Недавно были также представлены торговые данные Канады. Мы уже видим заметное восстановление экономики Канады. Однако на горизонте все еще присутствуют некоторые проблемы. Лесные пожары в Альберте оказали негативное влияние на перспективы роста. Пострадал индекс доверия. Были представлены данные по индексу PMI в непроизводственном секторе США от ISM. Они оказались выше ожиданий. По вашему мнению, эти данные могут стимулировать рост пары доллар США-канадский доллар. На сегодняшний день ситуация в непроизводственном секторе США довольно положительна. Аналитики ожидали, что данные будут ниже. Так что это улучшение стало весьма позитивным сюрпризом. Это говорит об устойчивом экономическом подъеме США. В какой-то степени восстановление Канады зависит от экономической ситуации в США. Соответственно, более положительные данные по непроизводственному сектору могут оказать благотворное влияние на дальнейшие перспективы по росту экономики Канады. Для поддержания экономического равновесия Канаде необходимо решить свои внутренние проблемы, которые притормаживают восстановление экономики. В апреле количество рабочих мест на рынке труда Канады сократилось на 2100. Такое снижение стало неожиданным для рынка. Аналитики прогнозировали рост рабочих мест. В производственном и энергетическом секторах было зафиксировано снижение. Как вы думаете, стоит ли нам ожидать на стабилизацию рынка труда Канады? И каким образом это может повлиять на пару долларов США-канадский доллар в долгосрочной перспективе? Что касается валютного курса канадского доллара, он по-прежнему остается уязвим по отношению к негативным потрясениям на рынке нефти, к резкому снижению долгосрочных цен. В связи с этим мы ожидаем структурное изменение в балансе экономической активности. Канадская экономика должна корректировать свою модель роста и сфокусировать больше внимания на производстве, нежели на энергетическом секторе. Мы надеемся, что сокращение рабочих мест в энергетическом секторе будет компенсировано за счет прироста занятости в производственном секторе. Эта структурность ДИК является одной из основных задач Центрального банка Канады. Мы признательны Эрику за его валютный прогноз для пары доллар США-канадский доллар. Оставайтесь с Дукас КПТВ. На сегодня все. До свидания. Продолжение следует...